здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий сегодня очень важное видео я считаю которое ну ответит на многие вопросы которые задают мне люди поэтому досмотрите его пожалуйста до конца те выводы которые я сделал недавно они потрясли даже меня они я был ашарашен теми выводами которые у меня получились я ожидал нечто подобного но я не ожидал что они будут настолько потрясающих часто люди задают вопрос а где взять деньги для инвестиций у нас нет денег расскажи ты бы лучше рассказал где взять деньги для инвестиций но друзья мои сейчас я вам скажу где взять деньги для инвестиций и почему их у нас нет я предлагаю посмотреть вокруг себя вот недавно я посмотрел просто ехал и снял дома которые появились в нашем городе за последние 15 лет посмотрите вот эти дома целые микрорайоны выросли у нас на глазах за последние 15 лет в этих домах квартиры продаются кто покупает эти квартиры это миллионеры это какие-то люди которые упали нам с марса какие-то бесконечно богатые мы бедные а люди вокруг которые есть они покупают вот эти квартиры кто эти люди скажите это такие же простые люди как и мы с вами и я уверен что среди вот сейчас моих зрителей есть очень много людей которые смотрят видео и которые недавно купили эти квартиры вы скажете эти квартиры покупаются по ипотеке не так ли то есть денег нет но банк дает нам деньги вот откуда деньги берутся и так покупаются дома но вот здесь очень важно я хочу довести до вас мысли что не существует ипотеки деньги которые вы берете в банке это не деньги банка это ваши деньги это вы забираете деньги у кого у себя у себя которым вы станете когда-то в будущем когда вы берете ипотеку скажем на 10 лет вы решаете вот прямо сейчас для себя то что я уверен в том что тот человек которым я буду в ближайшие 10 лет должен пахать на двух работах должен отказывать себя в самом необходимом для того чтобы вот я вот сейчас вот я красавец жил хорошо чтобы я жил вот в этой квартире более того значит мы покупаем эту квартиру в кредит да мы берем эти деньги они нам нужны потому что нам нужна эта квартира но вот она квартира через два года мы ее получаем что мы получаем мы получаем голые не отделанные стены мы получаем не залитый потолок и потолок не отделанный и не залитый пол б ч о что мы делаем дальше но квартира нуждается в ремонте мы не можем жить в такой квартире это не достойно нас поэтому а что мы делаем денег то у нас нет у нас не было денег и на квартиру откуда у нас деньги на ремонт где мы их берем правильно кредит мы снова идем в банк и берем кредит у кого мы берем деньги в кредит мы берем деньги у того кто кем мы будем жить в будущем потому что мы говорим слушай чувак ты который в будущем иди нафиг мы сейчас мы сейчас хотим жить а то что будет в будущем нам безразлично твое будущее далее мы сделали ремонт мы въехали в дом но мы же достойны большего мы должны купить машину и посмотрите а возле всех этих домов стоят машины не самые плохие машины не самые дешевые машины откуда берутся деньги на машину там же мы их отбираем у себя в будущем и мы тем самым обрекаем себя на то что мы будем пахать на двух работах и мы тем же самым обрекаем себя что мы будем платить в будущем мы будем подрывать свое здоровье мы построили эту квартиру но мы не в состоянии будем жить в ней мы будем приходить туда изнемогая после одной работы потом другая работа и нам просто уже просто бросить кости и все нам не важно уже какой там ремонт да бог с ним сказать только переночевать и пойти снова вкалывать на работу для того чтобы заплатить деньги по ипотеке которую мы взяли которую когда-то мы отобрали у себя вот и сейчас начинается самое интересное такая модель предположим мы взяли в ипотеку 1 миллион рублей на 10 лет и я прикинул сколько же мы платим и за что каждый месяц каждый месяц этот платеж разбивается на две части это проценты по кредиту и какая-то часть идет в погашение кредита и таким образом мы все понимаем что в начале эти проценты будут большие а погашение кредита основной части будет маленький а потом все время будет уменьшаться насколько это будет уменьшаться миллион рублей на 10 лет 10 лет это 120 месяцев ежемесячный платеж будет 15 тысяч пятьсот двадцать семь рублей и вы видите на диаграмме синеньким цветом обозначены проценты которые мы выплачиваем банку то есть банк в первую очередь берет с нас проценты а потом уже погашение кредита красный цвет это погашение основной части кредита самое интересное впереди смотрите дальше теперь что я предлагаю а предлагаю я следующее я предлагаю поменять немножечко модель совсем чуть-чуть я предлагаю вам полюбить себя не того который сейчас а который будет в ближайшем будущем ну скажем через пять или десять лет потому что если мы себя не полюбим то кто же нас полюбит мы думаем что нас обеспечит государство не обеспечит я вам гарантирую не обеспечен она обеспечит нам нищенское существование почему потому что если вы себя не любите почему государство должно любить вас поэтому прежде всего полюбите себя того который будущем не отбирайте у него деньги а наоборот давайте попробуем дать ему деньги результат превзошел все ожидания посмотрите у меня получилось что я плачу 15 тысяч пятьсот двадцать семь рублей в течение десяти лет каждый месяц всего за это время всего за это время у меня получилось что я заплачу за десять лет я взял миллион рублей я за десять лет заплачу один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи рублей то есть почти в два раза больше и разницу я отдам кому банку теперь самое интересное давайте мы просто меняем модель мы позаботимся те же самые абсолютно деньги но мы их не берем сразу а откладываем мы говорим я хочу чтобы ты дорогой любимый юра жил хорошо в будущем и я хочу я ради этого готов пожертвовать небольшую сумму да мне будет сейчас тяжело но да значит в этих расчетах вы видите что ипотека была взята под 14 процентов годовых я говорю я буду откладывать деньги для того чтобы ты дорогой мой юра который будешь в будущем жил хорошо и я буду откладывать деньги под 12 процентов годовых вы можете поправить меня может быть ипотека не 14 процентов годовых может быть меньше не суть важно те деньги которые возьмете на ремонт они будут намного больше процентов согласитесь вот посмотрите картина абсолютно другая мы просто меняем картину мы те же самые деньги 15 тысяч пятьсот двадцать семь рублей каждый месяц откладываем и что мы получаем через те же самые десять лет какой результат посмотрите сколько денег у нас будет на счете в результате я был потрясен через десять лет у нас на счете три миллиона триста пятьдесят одна тысяча рублей то есть смотрите мы берем квартиру ипотеку берем миллион рублей отдаем миллион восемьсот мы не берем квартиру в ипотеку платим ровно столько же под меньший процент и у нас на счете получается то есть мы кому отдали деньги банку миллион восемьсот здесь мы меняем ситуацию у нас в два в два раза больше денег на счете в конце это потрясающе откуда взялись эти деньги это проценты на тот остаток который капает нам уже не мы отдаем банку в первую очередь проценты а мы получаем эти проценты в конце срока мы на сто девятнадцатом месяце видите сто девятнадцатом месяце смотрите мы платим туда пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей а только проценты тридцать четыре тысячи семьсот восемь рублей в месяц в следующий месяц тридцать пять тысяч двести десять рублей через десять лет мы просто берем прекращаем платить себе потому что уже достаточно и мы просто наслаждаемся жизнью вот на эти пятнадцать тысяч рублей дополнительно и мы не трогаем эти деньги а деньги сами по себе увеличиваются и так в таблице мы видим что миллион рублей у нас будет накоплен через пятьдесят месяцев пятьдесят месяцев это через ну четыре с небольшим года то есть половину срока мы накапливаем тот самый миллион рублей так вот у меня к вам вопрос что лучше купить квартиру сейчас или четыре года четыре года просто откладывать деньги а потом без ипотеки купить эту же квартиру подумайте об этом может быть оно того стоит а может быть потерпеть еще немножко и купить уже и чтобы хватило и на ремонт я не хочу сказать что нам не нужна квартира нам не нужно покупать квартиру ситуации бывают разные друзья мои многим из нас просто негде жить и я прекрасно понимаю и многие из нас снимают квартиру например за двадцать тысяч рублей и за съем квартиры мы живем в чужой квартире мы платим двадцать тысяч рублей в месяц и эта квартира никогда не станет нашей вот в этом и только в этом случае конечно же квартиру брать надо в ипотеку и в этом случае вы видите что ипотечные платежи у нас будут сразу же пятнадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей рублей это меньше чем двадцать тысяч то есть наша ситуация тут же улучшается но очень часто люди которые берут квартиру они берут не для того чтобы не потому что они им просто негде жить и они платят за съемное жилье не очень часто люди берут квартиру просто потому что они хотят переехать в более просторную квартиру но в этом случае друзья мои вы можете потерпеть четыре пять года пять лет и въехать без кредита а потом точно так же продолжать откладывать и у вас появятся деньги я надеюсь что я ответил на вопрос где взять деньги для инвестиций прежде всего все наши деньги у нас в голове если мы считаем что нам в первую очередь нужна вот эта вот квартира и мы готовы вот блин вот от всего отказаться сказать там но главная квартира главная главная квартира вот неважно нужна она нам нет то конечно же какие тут инвестиции конечно же главное это квартира вот но если мы в своей голове просто представим начнем любить себя в будущем и представим что главное это сделать так чтобы тому человеку которым я стану в будущем было хорошо поменять вот этот вот кусочек сознания то все изменится и у нас найдутся деньги для инвестиций вот эти самые 15 527 рублей может быть меньше но в первую очередь надо поставить у себя цель что вот я хочу именно это не ту квартиру в которой я буду жить и вкалывать всю жизнь оставшуюся для того чтобы расплатиться с этим а я хочу построить будущее красивую жизнь я надеюсь что это видео поможет кому-то если вы считаете что это видео ну как бы полезно я очень прошу вас поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми вот там под видео стоит стрелочка такая поделиться просто поделиться и там вы можете выбрать соцсети там вконтакте по имейлу послать на фейсбуке в одноклассниках я очень прошу вас поделиться если вы поделитесь этим видео хотя бы с пятью человеками то если один из этих пяти вдруг задумается о том что а ведь действительно дай-ка я позабочусь о том человеке которым я стану в будущем я буду считать что цель этого видео достигнута что моя цель достигнута я буду счастлив тем что я помог человеку обеспечить свое будущее это все на самом деле друзья подпишитесь на мой канал поставьте лайк с вами был Дмитрий Юрий до встречи